Вы, конечно, хотели бы послушать, что я вам говорю. К сожалению, вам придется это разбирать через какафонию, потому как дивный интернет-портал забанил мой звук. Но дивный интернет-портал не забанит звучание смарт-саунда. Я его купил и даю вам возможность полюбоваться машинками, потому как на другие сюжеты у меня есть звук. Продолжение следует... Вы знаете, по плавности хода я ее ровняю с моим любимым линкольном таункаром. А почему? А потому что здесь пневматическая подвеска всех трех осей, между прочим. Да-да, и передняя качающаяся балка такая неубиваемая, она тоже крепится подушками к раме. Ну а теперь о том, о чем нас просили, а мы сейчас и покажем. Дело в том, что к нам обращаются любители больших автомобилей и типа рассказывают вам, что ну вы покажите, как из себя выглядит 15-литровый каменс. А вот подвался, вот так он выглядит. А здесь я посмотрел, мы специально открыли. И вот вам, пожалуйста, даже система фильтрации воздушного фильтра указывает вам, забьется он или нет. И такая штука тоже есть. Гидроусилитель руля. Ну скажите, какой автомобиль после 30 тысяч километров пробега, ну, отечественный, не страдает этим? Этот после 800 тысяч километров не страдает. Фильтры все в идеальном состоянии. Турбина, посмотрите, вот это объем, это размер. То же самое, не подтеков ничего. Дальше хуже. Пожалуйста, все ремни. Как вам? Такое. В таком же идеальном состоянии. Кондиционер. Нет вопросов. Что мы еще вам не показали? Да практически все. Хорошо, давайте посмотрим автомобиль сзади. Видите, такая штучка интересная. Так вот это система автоматической смазки элементов подвески и той самой тарелки, на которую крепится фура. Вам ничего делать не надо. Сейчас будет еще сложнее. Вообще, как бы, что американские тягачи, тягачи, что американские самолеты и европейские, в том числе и РБС, они предрасположены для постоянной эксплуатации. То есть, экипаж меняется, самолет остается прежним. И возят, и зарабатывают деньги. И, кстати, на американских грузовиках все то же самое. Они точно так же эксплуатируются. А вот это тема. Сегодня и сейчас я про большее поколение американских тяжеловозов смогу написать многое. По одной простой причине. Если бы это был просто интернет-портал, так было бы легко. Я вам в очередной раз объясняю тупоголовые бараны. Звук, который я использовал, знают ну максимум 5% россиян. Я специально дрючился на том, что у нас нету вашу японческую мать. Вы меня взбесили, и понятно. Кроме всего прочего, я знаю английский. А это также всего 5% наших журналюк. Причем и далеко не все волокут по машинам. Зачем меня было пендрячить то? А? Я залез на аул и все прочел. Так что, господа, не надо больше тискать мои сюжеты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин